Доброе утро! Сегодня четверг, 8 сентября. В эфире новости ОТС в студии Ксения Смотрова. О Дне финансиста, сотрудничестве России и Киргизии и наказании за торговлю государственными наградами расскажем прямо сейчас. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники финансовых органов. Дата для празднования выбрана не случайно. 8 сентября 1802 года император Александр I своим манифестом основал Министерство финансов. В современной России, по сути, заново формируются бюджетные отношения. Перед органами государственной власти стоит задача перейти к регламентированному бюджету, чтобы контролировать не структуру затрат, а их общие объемы и получаемые результаты. Однако за каждым решением, действием и расчетом стоят конкретные люди – финансисты. Именно от них требуется высокий потенциал и профессионализм работников всех уровней для решения этой задачи. Телемост Бишкек-Новосибирск. Сегодня российские и кыргызские эксперты дадут оценку экономическому сотрудничеству двух стран. В ходе телемоста участники рассмотрят вопросы регионального сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, роль кыргызской диаспоры в российских регионах в деле продвижения партнерства, а также перспективы поставки овощей и фруктов из Кыргызстана на российский рынок. По итогам встречи, предложения и рекомендации по взаимодействию регионов двух стран будут направлены властям и бизнес-сообществам Российской Федерации и Кыргызской Республики. Депутаты предлагают наказывать лишением свободы на срок до двух лет за торговлю государственными наградами. Подобный состав преступлений уже есть в Уголовном кодексе, но парламентарии сочли, что наказание за него предусмотрено недостаточно жесткое. В частности, законопроект предлагает усилить уголовное наказание за это преступление вплоть до лишения свободы. В оправке предлагается внести в 324-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации. Причем усиление ответственности коснется как за приобретение, так и за сбыт госнаград. Согласно пояснительной записке к законопроекту, на черном рынке существует неофициальный прескурант. Например, орден Красного Знамени стоит 12 тысяч рублей. Орден Отечественной войны от нескольких сотен до нескольких тысяч. Медаль за отвагу от 7 тысяч рублей. А цена на орден Ленина достигает миллиона. И этот черный рынок орденов и медалей почти не испытывает дефицита. Десятки сайтов, группы в социальных сетях, электронные торговые площадки. Соотношение цены и качества. Традиционно в начале осени производители продуктов Новосибирской области предлагают жителям региона новый урожай. О том, где всегда можно найти свежие овощи, молоко и хлеб, расскажут мои коллеги. Ассортимент от овощей до мяса. На социальной ярмарке те же продукты, что и в супермаркетах, но дешевле. Это условие, без которого невозможно выставить товар на прилавке. Каждый день сопроводительные документы тщательно проверяют, а образцы продукции исследуют в лаборатории. Поэтому недобросовестных производителей здесь нет. У нас вся продукция сертифицирована, вся отмаркирована. И мне не стыдно за свою продукцию. Я готова представить людям хорошую, качественную продукцию. Все затраты на содержание помещения, ярмарки и оплату коммунальных услуг взял на себя правительство Новосибирской области. Торговые места предоставляют предпринимателям бесплатно. Поэтому они реализуют товары с минимальной наценкой или вообще без нее. Еще и угощают покупателей. У нас часто проводятся дегустации. И покупатели, дегустируя эту продукцию, тут же могут приобрести по более низким ценам. Областная социальная ярмарка по адресу улица Красных Зорь 1, дробь 3 в Новосибирске предлагает продукции около 40 местных брендов. Помимо популярных товаров, на прилавках можно найти и уникальные. Например, здесь можно купить хлеб, который в Новосибирской области пекут только в одном месте и из очень редкой муки – житницы. Это цельно смолотое зерно, которое богато витамином. Живем мы в промышленной зоне. И очень важно, чтобы население, чтобы люди нашего района, не только районы нашего города, ели хлеб без улучшителей, без добавок, богатые витамином. Ярмарка ждет покупателей с 10 утра до 7 вечера. Каждый день производители предлагают свежие продукты. И не только потому, что этого требуют санитарные нормы. К вечеру за покупками можно не успеть. Торговля идет очень бойко. К этой минуте у меня все новости. С вами была Ксения Смотрова. Оставайтесь на нашем канале и увидимся. Доброе утро. В эфире новости ОТС в студии Ксения Смотрова. Об атаке божьих коровок, семинаре для аграриев и новом концертном сезоне Новосибирской филармонии расскажем прямо сейчас. Дома и дачи новосибирцев атаковали божьи коровки. У насекомых, как объясняют эксперты, в этом году раньше обычного начался брачный период. Этому способствует теплая погода. Коровкам для размножения необходимы прогретые солнцем поверхности. Стены домов хорошо для этого подходят. Собираться многочисленными группами насекомые будут еще пару недель. Прогноз синоптиков благоприятный. Божьи коровки не приносят вреда человеку, а в садоводческих обществах даже полезны, поскольку поедают тлю. Развитие медицинской помощи наркозависимым, раскрытие незаконного оборота наркотиков и содействие в решении проблемы увеличения количества наркозависимых. Сегодня эти темы обсудят представители Новосибирского областного наркологического диспансера и сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Новосибирской области. На встрече речь пойдет о программе мероприятий Всемирного дня трезвости в Новосибирской области. Напомню, он ежегодно проходит 11 сентября. К этой дате организуют общественные акции и конференции. Уборочная кампания в самом разгаре, а аграрии уже думают о том, как вырастить обильный урожай в следующий сезон. Сельхозпроизводителям необходимы инновационные технологии производства и переработки. Тему продолжат мои коллеги. Работать по-старому значит копить долги. В сельском хозяйстве нужны инновационные технологии производства и переработки. Кулундинская зона отличается засушливостью, и это необходимо учитывать. В этих условиях, в равных, у нас есть те, которые добиваются хороших результатов, а есть те, где едешь и стыдно на поля смотреть, потому что там бурьяны. И нет культуры земледелия, нет ухода за посевами. Поэтому мы хотим, чтобы руководители спокойно в деловой установке, в общении профессионалов, все-таки выработали ту методику, которая приведет к тому, чтобы начать более продуктивную работу. До 25 центнеров гектара намолотили хлеборобы с Двинского района на отдельных полях в этом году. Посевы перенесли июньскую засуху и дождливый июль. Даже не применяя минеральных удобрений, мы сегодня получаем неплохой урожай в этом году. И практически хозяйство обеспечит себя и семенами, и фуражным зерном. И будет что-то на продаже. Поэтому сегодня, если говорить, как работает хозяйство, конечно, во многом еще зависит от того, как мы работаем с землей. Там, где есть пары, там, где работают земли, урожай будет всегда. В хозяйстве Веселокутское больше 6 тысяч гектаров пашни. Директор Виктор Черненко рассказывает, если бы поля возделывали на современных комбайнах и применяли технологии обработки посевов, урожая был не 20 центнеров, а гораздо больше. Старой технологии. У нас не хватает срезов для гербицидов натуральных, хороших, для ядохимикатов, для минеральных удобрений. Мы даже не можем почву обработать как положено, а зачастую и нечем. Бывает такое. Для получения хорошего урожая сегодня ученые советуют внедрять гибриды зерновых, устойчивые по леганию, адаптированные к кулундинской зоне. Это дорого, но оправдано. Галина Распопина, Сергей Жевченко, Новости ОТС. Новосибирская филармония откроет 80-й концертный сезон исполнением кантаты Карла Орфа «Кармина Бурана». Сегодня вечером на сцену Государственного концертного зала имени Арнольда Каца выйдет новый коллектив – Новосибирская хоровая капелла под управлением Игоря Юдина. В основу кантаты положены 24 стихотворения сочиненными вагантами, странствующими средневековыми поэтами, которые воспевали земные радости, прославляли любовь, вино и античных богов. Обрамляет сочинение номер под названием «О фортуна», повествующий о неумолимости богини судьбы. В целом новый концертный сезон обещает быть насыщенным. Помимо традиционных фестивалей запланировано несколько юбилейных выступлений. Будут организованы специализированные концерты для детей и неформальные встречи артистов со зрителями. К этой минуте у меня все новости. С вами была Ксения Смотрова. Оставайтесь на нашем канале и увидимся. Доброе утро. В эфире новости ОТС в студии Ксения Смотрова. О 75-летии со дня начала блокады Ленинграда, социальной ярмарке и успехах юных аграриев расскажем прямо сейчас. 8 сентября 75 лет назад началась блокада Ленинграда. Один из самых трагичных и героических периодов в истории Великой Отечественной войны. В августе 41-го тяжелые бои шли на подступах к городу. Немецкие войска перерезали железные дороги, связывавшие город на Неве со всей остальной страной. По плану Гитлера город должен был быть стерт с лица земли, а войска, оборонявшие его, уничтожены. 8 сентября началась 900-дневная блокада Ленинграда. Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, немцы решили взять город измора. Отрезанными от мира оказались более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Единственным путем сообщения с блокадным Ленинградом оставалось Ладожское озеро. В ноябре 41-го началось движение автомашин по ледовой дороге, которая получила название «Дорога жизни». Немцы бомбили и обстреливали дорогу, но им не удалось остановить движение, благодаря которому доставляли продукты, питание и проводили эвакуацию населения. Только в январе 44-го года была снята блокада. В памяти героизма и мужестве ленинградцев во многих российских городах стоят стелы с именами погибших блокадников. Соотношение цены и качества. Традиционно в начале осени производители продуктов Новосибирской области предлагают жителям региона новый урожай. О том, где всегда можно найти свежие овощи, молоко и хлеб, расскажут мои коллеги. Ассортимент от овощей до мяса. На социальной ярмарке те же продукты, что и в супермаркетах, но дешевле. Это условие, без которого невозможно выставить товар на прилавке. Каждый день сопроводительные документы тщательно проверяют. А образцы продукции исследуют в лаборатории. Поэтому недобросовестных производителей здесь нет. У нас вся продукция сертифицирована, вся отмаркирована. И мне не стыдно за свою продукцию. Я готова представить людям хорошую, качественную продукцию. Все затраты на содержание помещения, ярмарки и оплату коммунальных услуг взяло на себя правительство Новосибирской области. Торговые места предоставляют предпринимателям бесплатно. Поэтому они реализуют товары с минимальной наценкой или вообще без нее. Еще и угощают покупателей. У нас часто проводятся дегустации. И покупатели, дегустируя эту продукцию, тут же могут приобрести по более низким ценам. Областная социальная ярмарка по адресу улица Красных Зорь 1, дробь 3 в Новосибирске предлагает продукции около 40 местных брендов. Помимо популярных товаров, на прилавках можно найти и уникальные. Например, здесь можно купить хлеб, который в Новосибирской области пекут только в одном месте и из очень редкой муки – житницы. Это цельно смолотое зерно, которое богато витамином. Живем мы в промышленной зоне. И очень важно, чтобы население, чтобы люди нашего района, не только районы нашего города, ели хлеб без улучшителей, без добавок, богатые витамином. Ярмарка ждет покупателей с 10 утра до 7 вечера. Каждый день производители предлагают свежие продукты. И не только потому, что этого требуют санитарные нормы. К вечеру за покупками можно не успеть. Торговля идет очень бойко. Сейчас о новостях из районов области. В Качковских хозяйствах убрано уже половина урожая. Хлеборобы собрали более 80 тысяч тонн зерна. Не отстают и учащиеся аграрного лицея. Если в объемах проделанных работ уступают, то в рвении нет. Тему продолжит Яна Рагуля. За рулем уборочной техники юные хлеборобы. Ребята собирают первый в своей жизни урожай. Кстати, сели зерно тоже они. Будущие механизаторы и водители отрабатывают навыки вождения, полученные в классах за тренажерами. Работаем двумя звеньями. Часть звена находится здесь в поле, часть звена находится на зернотоку. Помогают в приеме и подработке зерна. У нас ровно неделя. Затем опять возьмемся за теорию и до весны, где уже будет 4 недели практики. В составе группы 25 человек. Антон Кривогубов сегодня впервые за рулем КамАЗа. Ездит по полю, забирает зерно с комбайнов. Впечатления такие вообще. С февра было непривычно тронуться. На машине было легче, на легковой, а так на КамАЗе посложнее. Но все же тронулся, поехал. В этом году урожайность зерна на полях учхоза очень низкая. В среднем от 10 до 11 центнеров с гектара. Класс зерна четвертый, скорее всего, пойдет только на фураж. На его качество и количество повлияло сразу несколько факторов. Там, где обработано фунгицидами, урожайность от 70 до 100% выше, чем кто не работал. Мы не работали в связи с отсутствием средств. И в этом году еще, как никогда, дикая проса пошла в рост. Опять же, жара, затем много влаги. Ну, это его стихия, как агрономы объясняют. На полях учхоза выращивают пшеницу, ячмень, а также картофель. Его сбором на соседнем поле занимаются первокурсники. Ну, некоторые ленятся, конечно, больше отдыхают всего. Не знаю, мне нормально. Собираю. Площадь посадки картофеля небольшая, только для личных нужд. А вот собраное зерно все реализуют. Вырученные средства пойдут на подготовку к следующей посевной кампании и на укрепление материально-технической базы лицея. Яна Рагуля, Артем Медведев, Новости ОТС. К этой минуте у меня все новости. С вами была Ксения Смотрова. Оставайтесь на нашем канале и увидимся. Новости ОТС Сегодня Новосибирск, ровно как и вся страна, вспоминает важную в истории России дату. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. В годы войны, когда население Новосибирска составляло около 400 тысяч человек, наш город принял 128 тысяч ленинградцев. В Сибирь было эвакуировано 50 предприятий, организаций, проектных институтов, учреждений образования и культуры. Были вывезены из города на Неве уникальные музейные ценности. Некоторые предприятия остались здесь и после окончания войны. В знак благодарности за мужество и героизм ленинградцев в Новосибирске в 2005 году был создан мемориальный комплекс на улице Восход, аллея блокадников, где установлена памятная стелла трудовому подвигу ленинградцев. Три года назад мемориал пополнился памятными пилонами, на которых запечатлены названия ленинградских предприятий и организаций, эвакуированных в годы Великой Отечественной войны. Да все было страшно, потому что не было ничего. Электричества не было, воды не было, канализации не было, отопления никакого не было. Вода мы носились в ведерках с Невы. До Невы идти далеко, а ведерка нам не поднять. Вот сколько там возьмем, немножечко и несем. До конца сентября во всех школах Новосибирской области спасатели будут учить детей правильной эвакуации при пожаре. Сценарий урока такой. Сначала запускают автоматизированную систему оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Потом педагоги по заранее разработанному плану эвакуации выводят всех детей на улицу. Задача учителей – выйти последними и проследить, чтобы дети не спешили. Как рассказали в главном управлении МЧС России по региону, пожарные учения прошли уже в 420 школах региона. Сбор овощей в Емельяновском хозяйстве идет по плану. Свекла уже в закромах, сейчас комбайнеры собирают картофель и морковь. Затем, как запасают корнеплоды, наблюдала Зинаида Миронова. Управляют овощи сборником, как правило, двое. Евгений говорит, у каждого свои обязанности. Один рулит, а я управляю всеми механизмами. Он просто редки ловит. Собирают овощи емельяновцы уже две недели. Урожайность моркови – 30 тонн с гектара. Ожидали, говорят, больше. Но июньские дожди часть семян прибили. Опасаясь дождей, во время уборочной, такие, как были в прошлом году, емельяновцы посадили короткоплодную морковь. И, судя уже по тем гектарам, которые собрали, транспортировать и собирать ее гораздо легче. Она меньше ломается, да и наросла в этом году неплохая. Свеклу овощеводы уже засыпали в закрома. Сеют ее на 60 гектарах. Через два дня закончат собирать и морковку. И всю технику и силы направят на картофельные поля. Традиционно садим картофель, свеклу, морковь. Ну, по урожайности. Урожайность средняя. Она в этом году у всех по Сибири средняя урожайность. Но есть тенденции по улучшению качества всех овощей, видов. В связи с погодными условиями и с пересмотрением семенного фонда. Корнеплоды емельяновцы выращивают разных сортов. Говорят, с погодой не угадаешь, а так всегда с урожаем. А зерновые в этом году, по оценке специалистов, дают слабый урожай. Мы больше половины на сегодняшний день убрали, 53% на утро было. Немножко похуже с урожайностью, чем в прошлом году, 14,5%. Но июньские такие погодные условия не позволили больше выдать. Машковские фермеры уборку зерновых уже заканчивают. А крупные сельхозпредприятия наряду с уборкой сеют озимую культуру. Зинаида Мельникова, Владимир Полосин, Новости ОТС. К этой минуте у меня все новости. С вами была Ксения Смотрова. Оставайтесь на нашем канале и увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова